Да, все готово. Запись готова? Прекрасно, дамы и господа, здравствуйте. Прошу извинения, что неделю назад занятие у нас не состоялось. Постараюсь возместить. Зато сегодня я веду занятие из Святого города Иерусалима. Это седьмое занятие четвертого семестра нашего замечательного курса «Хочу знать иврит». Всем здравствуйте. Я хотел бы начать с грамматики, которую мы немножко оставили в сторонке. Мы активно занимались во втором семестре. В третьем семестре были отдельные грамматические темы, потому что я считаю, что самые главные, самые важные темы мы уже разобрали. Но, во-первых, не помешало бы повторить. Во-вторых, практика показывает, что иногда при очередном разборе начинаешь поднимать какие-то вещи, которые не понимал и даже не чувствовал, что их не понимаешь, что тебе не хватает. Например, для меня таким маленьким открытием в свое время было, что слово «мисс Герет» – «рамка» происходит от слова «собия разогревать». Итак, немножко грамматики. Я очень прошу вас, если что-то непонятно, сразу-сразу задавать вопрос. Поднимать руку, писать в чате. Иногда в чат я долго не заглядываю, так что не стесняйтесь включить микрофон и задать вопрос. Если вопрос возник у вас, не исключено, что он есть и у кого-то другого. К тому же я пытаюсь опираться на те базисные знания, которые нам давали в школе. Но я, например, школу закончил 35, как минимум, лет назад. Только благодаря тому, что я преподаю иврит. Я помню, что такое существительное, чем оно отличается от прилагательного, сколько есть падежей и для чего они нужны. Но вы имеете полное право все это забыть, поэтому не стесняйтесь. Если я к чему-то отнесусь, как к автоматически известному, поправляйте меня. Так, договорились, да? Итак, в каждом слове есть две составляющие. Это корень и это форма слова. Что такое корень? Это неизменная его часть, которая передает смысл слова. Однокоренные слова, как правило, связаны по смыслу. Как правило, потому что вы иврите, это иногда не так, но довольно редко. К примеру, ход, поход, ходики, ходить, хождение, ухаживать, ухажер и так далее. Все они имеют общую часть какую? Ход, да? Понятен смысл, смысл, да? Правда, в некоторых словах, например, ухаживать. Глагол такой, что корень в нем несколько видоизменен. Тем не менее, уверяю вас, что это тот же самый корень. Что такое корень в иврите? Корень – это часть слова, которое передает его значение. Это в иврите, как правило, три буквы. Иногда это бывает и не так. Но чаще всего это три буквы. Поскольку в корень не входят обласовки, мы не можем корень прочитать. Правильно назвать корень, просто произнеся название этих букв. Я вам скажу несколько слов. Кстати говоря, я надеюсь, что вы их понимаете. Если это не так, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста. Котев, Ктуба, Лихтов, Михтав, Ктовет, Легиткатев, Катавейну. Писать. Да, все они имеют корень какой? Как мы его правильно назовем? Катав. Правильно назвать корень – это назвать его буквой. Кав, Тав, Бет. Никто не возражает. Тав, Тав, Бет. Вот. Я специально выбрал этот корень, потому что в нем, кроме того, что и гласные меняются, например, Катав и Ктуба меняются еще и согласные звуки, потому что Кав – это К или Х, Тав, ну, Тав мы произносим одинаково, Бет – это иногда и Вет, да? Точнее, чаще это Вет, но иногда и Бет, как, например, слово Ктуба, да? Мы должны привыкнуть, мы должны уметь научиться видеть корень в какой бы форме он ни был, да? И, зная значение корня, мы понимаем значение слова, значение. Но что нам дает форма? Во-первых, форма помогает нам увидеть роль слова в предложении. И, во-вторых, она помогает нам увидеть связь слов между собой. Возьмем маленький пример. Так, я его приготовил. Сейчас я попробую сделать вам share screen. Так, как я должен делать share screen? Вот так. Так, whiteboard хочу знать иврит. Нет, вот это я хочу вам показать. Так, все видят текст, да? Возьмем четыре слова по-русски. Я, ты – отрицание. Ну, по-русски это не или нет, да? И слово, глагол со значением «понимать». Как могут сложиться они во фразу? Кто может предложить вариант? Самое простое – я тебя не понимаю, верно? Но, может быть, и… Анило, анило, мы вин. Я сейчас вам объясню. Аль тедаг, ани азбераколь. Я тебя не понимаю, да? Посмотрим, если бы не формы слов, да, мы бы могли это понять многозначно. Например, ты меня не понимаешь. Меня ты не понимаешь. Я понимаю не тебя, я понимаю кого угодно, кроме тебя. Ты понимаешь не меня. Я и ты не понимаем. Нас не понимают, не меня, не тебя. Или в зависимости от глубины фантазии. Я отрицаю тебя, понимаешь ли ты это. Ты понимаешь, что тебя нет. Так? Понимаю ли я, понимаешь ли ты, что нет меня. И так далее. Можно сформулировать что угодно, да? Теперь возьмем фразу по-русски, которая была Сергеем озвучена. Я тебя не понимаю, да? По-русски это так. Как мы видим связь слов в предложении? Прежде всего слово «я». Видно мой курсор, да? Да. Слово «я». «Я» местоимение стоит в именительном поддержи. Что такое именительный поддерж, раз никто не спрашивает, я не объясняю. Так я все-таки объясню, чтобы вы поняли, что об этом тоже стоит спрашивать. Именительный поддерж, слово, значит, что слово отвечает на вопрос «кто что». Я, я, да? А вот, например, слово «ты», вот слово «ты», вот оно. В фразе «я тебя не понимаю», да, стоит в форме «тебя». Что такое «тебя»? Это слово «ты» в форме винительного поддержа. То есть, если слово «ты» отвечает на вопрос «кого что», «тебя», правильно, оно стоит вот в этой форме. Что мы делаем с этим словом? Нам понадобится это понимание, да? Что такое слово «тебя»? Это воспринимание «ты» в винительном поддерже. Так. Дальше. Раз говорится, что «я тебя», да? Понимаем, что… Совершая действие. То есть, глагол описывает то, что делаю я. Так. А действие касается «тебя» и в винительной поддержке. В чем заключается действие? Обратите внимание, что слово «не» в отрицании стоит непосредственно перед словом, к которому относится. В русском языке это «так», а в немецком, например, и в «идише» оттуда «не» ставится в конце фразы. Так это или не так? Полагаю, что так, да? Раз «не» стоит перед глаголом, значит, отрицается что? Само непередаваемое глаголом. Теперь слово «понимаю» стоит в первом лице. Это глагол «в настоящем времени». То есть, сейчас я понимаю, да? Не в прошедшем времени, когда-то я не понимал. Не в будущем времени не буду понимать, не пойму. А в настоящем времени, да? В единственном числе. И кроме того, в первом лице. Первое лицо – это тот, кто говорит. Говорю «я», обращаясь к тебе, да? Значит, кто действие совершает, кто понимает? Я. Но поскольку стоит отрицание, да? Я не понимаю. Вот так мы разбираем русский язык, к которому мы привыкли, да? Вся эта работа автоматически, бессознательно проходит в нашу мозгу. И мы понимаем значение в фразе «я тебя не понимаю», исходя из таких средств, чем мы выражаем эту мысль, кроме вот этих слов. Давайте посчитаем. Форма слов. Например, падежи. Верно? Порядок слов. Например, «не» стоит перед словом «понимаю». Да? Что еще? Да, в общем, и все. Это достаточно. В русском языке с помощью падежей можно выразить разные соотношения между словами. Вот, например, фраза «ты меня не понимаешь», чем она отличается от фразы «я тебя не понимаю». Тем, что слово «как это не понадобится». Местоимение. Да, местоимение «я» в именительном падеже становится местоимением «меня» в именительном падеже. Ты, да, значит, вместо тебя появляется, наоборот, «ты». То есть, в именительном падеже, кто именно совершает действие? Это второе лицо. Ты, да? Меня. К чему относится действие? На кого оно направлено? На меня, да? Теперь «понимаю» становится из первого лица во второе лицо. Да? И, например, «понимаешь», «ты меня не понимаешь». Ну, кроме того, последовательность слов в русском языке, она не фиксирована. Как вы считаете, укрите, фиксированный порядок слов во фразе или свободный? Нет, свободный. Я считаю, что он не является абсолютно свободным, но он не является и фиксированным. Он как бы есть такая стандартная форма, стандартный порядок. Но мы можем его и изменить инверсивно. Какие… Теперь давайте посмотрим, как эти фразы звучат на иврите. «Я тебя не понимаю». Сергей у нас озвучил, попросим повторить. «Ани лиха ломэ вин». Ну, если быть точным, на первом месте должно быть подвижающее «они», на втором месте сказуемое «ломэ вин». «Ани ломэ вин лиха». Ну, более грамотно сказать «отха». «Отха» мы как раз сегодня, я надеюсь, будем разбирать. «Ани ломэ вин отха». Да. «Анли ломэ вин отха». «Ани ломэ вин отха». «Я не понимаю тебя, я здесь». «А… как переводится «ибинти»?» «Я понепонял, да, «ибинти»?» «Ибинти»? «Не расслышал». «Ибинти, «ибинти». «Геванти», наверное. «Геванти». «Не, «ибинти», «ибинти». «Я не… так, или я не расслышал, или я не узнал слово». «Ибинти», «ибинти». Какие тут буквы есть? Ну, сейчас я посмотрю и это скажу. Вы смотрите, вы смотрите. Я понял, это вообще-то геванти, геванти, от слова бина. Тот же корень, что и строить. Тот же корень в слове бен, сын. Если вы найдете, я попробую вам ответить. Хорошо. Так, какие средства у нас есть в иврите, чтобы с помощью слов передать смысл? То ли я тебя не понимаю, то ли ты меня не понимаешь, то ли я отрицаю твое понимание и так далее. Значит, ани ломи вин от ха или ата, ты меня не понимаешь, ата ломи вин от хи. Так, порядок, порядок слов такой же. На первом месте стоит, кто совершает действие? Ты. На втором месте, каково самое действие? Ломи вин, то есть мы вин в настоящем времени. И далее идет обстоятельство, кого? Меня, меня. Да, о, ты. Так, но обратите внимание, что если в русском языке понимаю и понимаешь слова различаются, в иврите, мэ вин или ломи вин, идет одинаково и в первом лице и во втором лице, да? И я тебя ломи вин, и ты меня ломи вин. Что же помогает в общее, в общее, строго говоря, в иврите, да? Мы можем роль слова во фразе и в зависимости от друг от друга и в сочетании, да? Передать помощью, помощью, падежей в иврите нет. Максимум, мы можем выразить то, что выражается в русском языке, винительным, творительным, разве что вот это есть в иврите. И еще более или менее есть в иврите так называемый падеж принадлежности, да? Да, может быть как-то. Вот, но, 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 что мы используем в иврите? Мы используем дополнительные слова. Например, если мы хотим выразить не такую тривиальную фразу, как вот, для которой мы разобрали, а, например, я понимаю не тебя. Мы формально, в принципе, можем сказать, аниме вин ло отха, да? Мой советянин, наверное, скажет так. Ани ло ехоль леавин отха, я не могу тебя понять. Ани ло мисугал леавин отха, я не в состоянии тебя понять. Аниме вин кулам рак ло отха, я понимаю всех, кроме тебя. Так, или аниме вин, а вал ло ма шатау ме, не то, что ты говоришь, да? Или не я понимаю тебя. Кулама вин им отха, рак ани ло мисугал леавин отха. Все понимают тебя, только я один не понимаю тебя, да? Вот, и еще важным средством, которое помогает нам понять связь слов-предложений, является в иврите интонация. В русском языке это тоже есть, да? Как мы понимаем, что фраза это вопросительная, а не утвердительная? Только по интонации, верно? В английском языке такого нет. В английском языке интонация, вообще-то говоря, вспомогательная. Как мы узнаем, что это вопрос? С помощью специальных слов. Порядка фраз, пардон, по фразе. В иврите порядок слов в предложении утвердительном и вопросительном порядок слов, в общем-то, одинаковый, да? Поэтому, например, в священных текстах, где нет знаков припинания на подобие вопросительного и восклицательного, да, мы можем только из контекста понять, где задается вопрос. Либо текст сам априорно составлен таким образом, чтобы мы понимали, что здесь спрашивается. Так, хорошо. Самое главное, чем отличаются фразы они ломи вин от ха и от та ломи вин от хи, да? Самое главное, чем они отличаются? Они отличаются формами местоимений. Так, вы молчите, потому что все ясно, или вы молчите, потому что все не ясно? А вот в чате посмотрите, пожалуйста, вот последнее выражение, последнее слово «ебите», как переводится? Сейчас посмотрим, минутку. Я не понял этого слова. Должно быть «геванти», вот так. Ну, судя по всему, это использование того же корня «легавин», «гавана», внимание. Корень «бейт», «нун» и «бейт». Вот, но какая форма, Сергей, я, честно говоря, просто не понял. Илья, во-первых, как ха-лик-им? Вот как переводится вообще? Ха-лик-им, так, а третье слово «габехи», что это? Ив-ки, ив-ки. Совершенно не понимаю, что это такое. Ну, как бы переводится «достаточно плакать», вот это на русский язык как бы перевод, но я просто тоже не пойму. Переводится «достаточно плакать доченька», ну вот, как бы иди, иди, иди. А-а-а-а, так. Ну, им-га-бехи. А-а-а, бехи – это плач. Плач как сосуспительный, а не как красиво. Ха-лик-има-бехи. А ха-лик, я вообще не нашел это выражение в Google. Я не знаю. Ха-лик, вообще-то этот корень означает «поскользнуться». Написано «достаточно». Не понимаю, почему «достаточно». Маспик, не знаю, им-ба-бехи. Может быть, Бетти, Бетти – это моя дочь. Нет, не знаю. Это из какого-то текста? Это из песни из одной. Ну, песня как бы. Ага. И в конце урока давайте к этому вернемся, или вы можете мне написать. А, ну ладно, я просто спросил, и мне просто показалось, что это может быть от корня «мывин», понимаешь. Поэтому я спросил. Должно быть как-то от слова «леговин». Но вот я сомневаюсь, последнее слово это означает «понимать» или это означает «доченька». Может быть, и так. А дочь как? Дочь ведь Банну… Дочь – это Бат. Бат. Моя дочь – Бетти. Ну вот поэтому я и смотрю, никак не может быть «мывинка», да, моя дочь? Бетти – моя. Довольно… Смотрите, вот слова «дочь» и «сын», «бен» и «бат», они немного нестандартные. Например, во множественном… «баним» – это сыновья, а вот «дочери» образуются от корня «бен», «банот». «баним» в мужском роде, «банот» в женском роде. «Дочери». Просто «девочки». Так что, не знаю. Если вы мне укажете песню, мы попробуем ее разобрать. Если это будет интересно всем, я вынесу на всеобщее обозрение. Ну ладно, спасибо, я просто спросил, думал… Пока что, да, на здоровье, да, на здоровье. Итак, я хотел просто сейчас подойти к тому, что мы смотрим на слова «они» и «ата» и, соответственно, «отти» и «буха». «Я» и «ты», да, это известно, это местоимение. Местоимение – слова, в данном случае, «местоимение», слова, которые заменяют предмет. Предмет или лицо, да. Если я говорю что-то о каком-то предмете, называя его, то в следующий раз я могу просто использовать местоимение «он» или «она». Так, все это должно быть понятно, вот что такое местоимение, да. А вот откуда берутся такие слова, как «отти», «отха», «отану» и так далее. Стоит поподробнее это рассказать или всем все ясно? Если нет остальных предложений, я попробую это разобрать. Да, лучше разобрать. Разобрать, прекрасно. Итак, уважаемые дамы и господа, есть слово «эт». Вот оно, слово «эт». Оно образует винительный падеж. Все-таки есть у меня маленькое сомнение, а иногда и родительный падеж тоже, но пока это оставим. Давайте возьмем какой-то пример, чтобы понять значение слова «эт». «Они пагашти эт моря». Я встретил кого? Морью. Да? «Они роэ эт хабаит». Я вижу кого что? Дом. В принципе, без «эт» можно обойтись. Да? Можно сказать «они пагашти моря», «они роэ баит». Обратите внимание, что если используется «эт», то существительное должно иметь артикль. Артикль в том случае, если он возможен. Я это имя личное, артикль к нему не применю. Но, например, «они роэ эт хабаит» или «они роэ баит». Я вижу, что если я использую «эт», должен быть и артикль, определенный артикль «га», даже в том случае, если он грамматически и не нужен. Так? В чем разница между словами, например, «сгор халон» и «исгор эт ха халон». Второе, немножко более вежливо. Если я хочу потребовать, чтобы окно закрыли, я говорю человеку в автобусе «сгор халон». Это действие. Это лучшее действие, чем «исгор эт ха халон ба каша». Ну, ладно. Ну, тут разница не принципиальная. Итак, что такое «эт»? Это слово, которое мы не переводим, но значение его таково, что следующее за ним слово ставится при переводе в винительный падеж. Кого? Чего? Так? Так. Кого что? Кого что? Как мы образуем слова «меня», «тебя», «его» и так далее? Мы просто знаем, что вот эти слова, вот так вот они по-русски звучат. Что такое, например, «меня»? Это местоимение «я» в винительном падеже. Что такое «его»? Я вижу кого? Его. Это местоимение «он». На самом деле слово «меня» не похоже на слово «я». Слово «его» не похоже на слово «он». Но образуется никаким образом. Мы берем местоимение, например, «я», ставим его в должный падеж. Сейчас мы рассматриваем винительный падеж. И получаем вот такое вот слово, которое просто мы знаем из нашего опыта. В иврите происходит совершенно противоположная ситуация. Противоположная действия. Мы берем слово «эт», которое образует винительный падеж, и его ставим в форму местоименную. Местоименная форма. Как-то мы об этом говорили достаточно, да? Образуется местоименными сфиксами. Например, «и», «ха», «о» и так далее, да? И в применении к вот этому слову «эт», оно дает нам все возможные формы. Так? Ани, роэ, эт, ревек. Ани, роэ, эт, ревек. Нахон. По крайней мере, да. Вот ревека улыбается в подтверждении того, что я действительно ее вижу, да? Теперь я хочу сказать это ревеке лично. Ани, роэ, о-тах. Что такое о-тах? Ничто иное, как слово «эт», которое прозвучало во фразе Ани, роэ, эт, ревека. Чтобы поставить ее в индивидуэтэш, да? Мы берем это слово «эт», да? И приспандориваем к нему местоименный суффикс. Ах, ах. Местоименный суффикс. Вот он, сейчас я его выделю, да? Это местоименный суффикс по отношению к... Кому я говорю? Я обращаюсь к человеку. И говорю о нем. То есть это второе лицо. Второе лицо – это тот, к кому я обращаюсь, да? К кому направлено действие, так? Единственного числа в данный момент я обращаюсь к ревеке. Единственное число, к которому я обращаюсь, да? И, конечно, я обращаюсь к ней в женском роде, так? Если я обращаюсь, допустим, к Ивану, как я скажу, Иван, я вижу тебя. Иван, ани, роэ, от, ха. От, ха. То есть суффикс здесь будет, современный суффикс, ха. Сергей, а та шумеа от ти? А та мевин от ти? А та шумеа, что-то я шумеа забыл. Шумеа слышит, шмайсайль. Сергей, а та шумеа от ти? Ну, я слушаю, я слышу тебя, да? Я задаю Сергею вопрос. Слышит ли он меня? Меня? Вот оно. Слово «эт» вместо именинным суффиксом «и» дает нам слово «оти». Обратите внимание, я думаю, что вы уже это заметили, да? Что огласовка «э», которая стоит, можно стоять вот буквы «алиф» при точке снова «э», почти во всех формах переходит в огласовку «о». О-ти. О-т-ха. О-т-ах. Теперь его, 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 о-т-о. О-т-о. Не переподьтесь слов «о-то», что означает «автомобиль». Автомобиль пишется фейсбук вот это. О-т-о – это его. Так, как я, значит, это мужском роде. Это третье лицо. Что такое третье лицо? Не тот, кто действует, не тот, к кому обращается. Говорящий кто-то другой, да? Они роя о-т-о, я вижу его. Они шумея о-т-о, они мевин о-т-о. А теперь слово «о-т-а». Это что такое? Это то же самое в женском роде. Е-е. Эн? Элияху. А роэ – это слово «видеть» или «смотреть»? Роэ – это… Сейчас, минуточку. Конечно, «видеть». Нет, нет, нет. Есть слово «легабит», «смотрите». Слово… Я смотрю на тебя как. Я смотрю на тебя как. А не мистер Кель. Мистер Кель, вот так. Спасибо. Я смотрю на тебя, а не мабит, алейха. Я… Ну, здесь, наверное, как бы я смотрю на тебя с недоумением. А вообще-то мистер Кель. Наблюдать. Так. Вот. Слово «от-та». Правильное произношение. Значит, предполагаю, что буква «гэй» на конце звучит. Почему? Потому что в ней стоит точка. Точка, которая называется «мапик». Под буквой «тав» стоит, должно стоять, «тамас». В букве «гэй» стоит точка. «От-та». Эта точка позволяет нам в некоторых сомнительных случаях, да, различить между окончанием «а» женского рода и мастер Кель. Например, в Торе в нескольких местах где-то говорится о женщине и ее муже, да. Так вот, ее муж – это «иша» с буквой «эй», с мапиком, а женщина – это «иша» без точки, без мапика. «Иша» и «иша». Есть разница? На слух почти нет, на слух почти нет. Так, хорошо. Теперь, как наиболее сказать «мы»? Так, слышал? «Анахну». «Анахну», точно, «анахну» кончается на «ну». Соответственно, «нас» – это «отану». «Кулам», «нестоклим», «алейну», все смотрят на «нас». Что-то я хотел привести, какое-то пример слово «отану». «Отану кидашта» – нас ты посвятил, да, от слова «лекадеш», «освещать». Так, я слышал посторонние звуки, хотя у всех микрофоны отключены. Это не я, честное слово. Это у Натана, это у Натана. Да-да, ссори. Да-да, ссори. Ага. Такое впечатление, будто ты там чай размешиваешь или денежки считаешь. Азбирахат. Так. Ага. «Отану». «Отану». Мы берем слово «эт», правда, в форме «от» и добавляем местоименный суффикс «ну». «Отану». Теперь во втором лице, во множественном числе, то есть, когда я говорю к кому-то о них самих, да, и их при этом много, да, это вот исключение такое, как здесь был звук «э» гласный, а гласовка «сэгол» три точки, так он и сохранился, а не поменялся на «о». Хотя иногда я слышал и со звуком «о». Итак, при обращении к… Так, по «п», пожалуй, я тут просто… Да, я здесь ошибся, извините. Сейчас я исправлю. Вот здесь должно быть «мэм» софит, а здесь «нун софит», конечно. Вот так. Вот так мы сделаем. Видно, да? «Этхэм» при обращении к мужчинам, «этхэн» при обращении к чисто женской компании, потому что если женщины и мужчины присутствуют вместе, то используется мужской род, да. «Этхэн» и «этхэн» – это «вас», «вас» – множественное число в винительном падеже. И, наконец, да, это во втором лице. И, наконец, в третьем лице. Я вижу их, если это мужчины, они «роэотам», а если это женщины, то они «роэотан». Итак, мы с вами поняли, если не понимали раньше, откуда берутся все эти слова. Вместо того, чтобы запомнить 10 слов, мы запомнили просто слово «эт», которое в данном случае образует основу «от», и 10 суффиксов. «Меня» – «оти», «тебя» – «отха» – «отах», «его» – «ото» – «её» – «отах», «нас» – «отану», «вас» – «этхэм» – «этхэн» и «их» – «отам» – «отан». Вот маленькая грамматика. На мой взгляд, она была несложная. Я очень надеюсь, что я понятно ее до вас довел. Так, даже обойдемся, пожалуй, и без примеров, да, и без упражнений. Вот, я надеюсь, все ясно. Есть вопросы? По изучаемому материалу вопросов нет. Да, хорошо. Так, ставить это на сайт, послать ему? Или ничего полезного в этом нет? Да, стоит, стоит. Стоит. Ну, хорошо. Значит, блин, это в ближайшее время прошу. Так, давайте теперь, давайте теперь я открою NewShare и досмотрим с вами мультик. На мой взгляд, он симпатичный. Чем он симпатичен, на мой взгляд? Тем, что из стереотипов в нем присутствуют в основном и почти исключительно положительные. То есть, образ, да, русских олим, новоприбывших в Израиль, да, достаточно положительный. Так, где мы остановились, я не помню. Давайте я запущу все сначала, а вы мне найдите знак. Так, где мы шлишь, а сида шумотная, хидот математика. А потом, когда мы подождем, я сама говорю, я помню. А это произошло, а теперь, я не знаю, что у меня это было. Я не знаю, это было, это было бы в bombsолоне, я не знаю, что мы там не смогли, а сида, что я не знаю. ГИБАРАНЦ, понимаете? Мит, калкейли науа макаря. ЮА, ты не смеш милайд? Мит, ты делай мне макаря, ты не смешен, я это гейбарно! ГООН- И野арош? Есть ли мужчины специально для России? Это жалоза. ГООН- 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 ГОООН- ГООН- 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 ГОООН- ГООН- Разбирали это? Да, да, по-моему, да. Чеборашка не переводима. Да, да? Да. Да. Смотрели? Было это? Не вижу реакции. По-моему, да. Хорошо, продолжаем. Я не знаю, что это? Это просто стандартный. А как-то, если ты не хочешь, то не просто не меняй. А что-то, что-то... Есть ли? Нет! Есть лехем? Нет, это порядка час. Насколько я хотел ехать в час. Хотите, что я не могла? Так, это смотрели... Вот я уже здесь не помню, по-моему, нет. Вот, наверное, до этого мы еще не дошли. Давайте чуть-чуть назад вернемся. Я, правда, не очень знаю, как... Ага. Вместо того, чтобы прыгнуть назад, я прыгнул вперед. Так, сейчас, одну секунду. Я попробую сделать вот так. Так. Это было, да? Так, на иврите у нас титров нет. А напрасно. Так. Ани замар. Значит, ани осек. Осек. Эсек. Корень аин. Самых. Куф. Тот, кто читает утром благословения на Тору, да, знает, что корень этот используется... Корень этот используется... Осек ба Тора. Осек. Заниматься. Ла асок бе диврей Тора. Заниматься словами Торы. Эсек. Это занятие. Как еще на иврите называется... Ну, даже не профессия, а то, чем человек занимается. Микцоа. Микцоа, да. Так. Корень. Какой корень? Куф цади айн. Так. И еще называется занятие мишлоах яд. Мишлоах яд. То есть, куда ты посылаешь руку свою. Яд, рука. Мишлоах от слова шолеях. Мишлоах яд. Кстати, вот я сейчас только обратил внимание на портрет Сталина на стене, наверное, с серповым молотом. Ну, здесь немножко впереди. Они замар. Замар. Певец. Замерет. Певица. В песенке, которую мы недавно разбирали, есть другое слово. Певец. Мешорер. Мешорер. От слова шир, ла шир, воспевать скорее. А замар – это тот, кто поет профессионально. Так. Ани замар. А замер бишвахин воспою в шевах, шевах, шевах. В прославлении как-то так, в славах. В славе. По множественному числе слова стоит. Так называется песенка, одна из песенок субботы. А замер бишвахин. А замер я вас пою. А как называется соловей на иврите? Замир. Очевидно, все соловьи замир, и никто из них воевать не собирается. Так. Итак, соловей замир, а певец замар. Так, ани замар. Замал. Замал. Замамикцоа шелха. Зам кен. А вальмамикцоа шелха. Зе гамикцоа шели. Слово микцоа в каком роде? Видим? Желтко. Слово микцоа в мужском роде. А на конце из-за буквы айн. А видим мы это вот здесь. Зе амикцоа. Зе относится к словам мужского рода, а к женскому роду мы отнесем слово зод. Зе амикцоа шели, а не шар. Шар это пою. Ла шир и ле замер немножко использование разное, но смысл один и тот же. А не шар. Ну, я вам скажу, что здесь есть две ошибки, которые я вытерпеть не могу. Во-первых, должно быть не в эмоции, а у эмоции. А во-вторых, это позорнейшая ошибка писать даже по-русски эти слова раздельно. Потому что в иврите все слова, состоящие из одной буквы, пишутся слитно со следующим словом. Что такое у или как здесь по ошибке написали в. Ну, поскольку он это по ошибке так произносит. Это соединительный союз. Мо-ци. Мо-ци. В данном случае выдаю, выпускаю. Мо-ци. Бе-коров. Тоже это должно быть слитно записано. Бе-коров в скорости. Альбом. Альбом без перевода, да? Ани-жар. Я пью. То есть я занимаюсь пением. У-мо-ци. Бе-коров. Альбом. И вскоре выпущу альбом. Продолжаем, да? Кен. Авал альма ата марвиях кесев. Кесев. Денежки. Марвиях. Зарабатываешь. Корень. Ревах. Рейш. Вав. Хэт. Слово ревах означает свободное пространство, а также пробел, а также, ну, как бы, свободу маневра. Ну, скажем, в том варианте Кадиша, который читают восточные евреи, есть это слово. В ревах ва цела ва цлаха. Ну, ладно. В ревах. Марвиях. Марвиях. Зарабатывать. Зарабатывать. Может быть, кто-то знает такое идижское выражение. Марвихер. Марвихер. Песенка есть. Авремел дер Марвихер. Ну, ладно, неважно. Марвихер – это, на самом деле, это такой сленг. Это не ивритское слово, которое образовано от ивритского корня. Это тот, кто умеет делать, так, минуточку, нам это не надо. Тот, кто умеет зарабатывать, иметь свой процент. То есть, по сути говоря, как это называется? Крыша. Тот, кто крышует. Или, допустим, наезжает. Хорошо. Авал альма атамар виях кесеф. На что буквально ты зарабатываешь деньги? Не с какой целью, а чем именно? Ну, вообще-то, можно сказать, бема атамар виях кесеф. Чем ты зарабатываешь деньги? Виях кесеф. Аль-ашир. Аль-ашир. Почему аль-ашир, не знаю. Я, например, услышал аль-ашир. За песню, за пение, песнями. Геванти. Геванти, геванти должно быть. Я поняла, геванти. Тыкью, геванти. Техью, бе-они. Техью. Будущее время. Множественное число. Вы будете жить, бе-они. Они. Через эрность. Да. Они. Через айн. Это бедняк. Они. Техью, бе-они. Зе-марак-селек. Зе-марак-селек. Еще одно немаловажное замечание. Как образуется прилагательное в иврите. Прилагательное от существительного. Свекольный. А не как. Просто мы берем два существительных. Марак, суп и селек. Свекла. Свекла. И соединяем их вместе, ничтоже, сумняшися. Суп свекольный. Суп свекла. Марак-селек. Зе-даг-малуах. Им селек. Даг-рыба. Мелах. Через хет. Соль. Малуах. Соленая. Но на самом деле соленая рыба-селедка называется на иврите херинг. Херинг – это, конечно, слово, заимствованное из английского. Зе-даг-малуах. Им селек. Зе-стам-селек. Стам. Просто. Тухаль-салат оливье. Тухаль-салат оливье. Это распространеннейшая израильская ошибка. Слово «тухаль» означает «ты сможешь». Правильная форма «те-эхоль». «Те-эхоль» – это будущее время. Ты будешь кушать. Которое часто используется вместо императива, повелительного наклонения. Кушай. Салат оливье. Без перевода, да? Зам-шелек. Зам-шелек. Зе-ма-ше-ло-русинь. Зе-от-ма-што-ше. То же самое «что». И «ма-ше» мы можем перевести словом «что». Но «ма-ше» – это то «что». Это то, что «ло-русим» – нерусские. Тамид всегда охлим, этслейну. Едят, кушают у нас. Зе-ма-ше-ло-русим, тамид охлим, этслейну. Салат оливье на самом деле изобретен русским человеком, французского происхождения, поваром оливье. И это, вообще-то, довольно типичное блюдо для русских, точнее советских людей. Тем не менее, нечто подобное делают и в Израиле, но, как правило, без мяса. И называют это или салат тапухтей адама, картофельный салат, или салат майонез. Салат с майонезом. Вот. Ну, хорошо. Салат оливье. Продолжаем. Киш отсюда. Киш отсюда. Киш отсюда. Сюде. Это я прочитаю. Мишляха. Ага. Секундочку. Киш отсюда. Почему-то здесь не... Не переведя, а вот. Отсюде. Так. Это я попытался прочитать еврейскими буквами. Продолжаем. Киш. 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 А что это означает киш отсюда? Ну, я имею в виду переводик. Сергей, я скрою это от вас. Это секрет. Киш отсюда. Нет, ну, киш отсюда я знаю, что это такое. А по ивритам. Это нефтическое выражение. Я могу разве что киш отсюда перевести на иврит. О или редмикан. А правильно будет гаш-хала. Гаш-хала. Иди дальше. Это знаете откуда такое выражение? Из лексики жителей с дома. Как они обратились к... Минуточку. Да. Клоту. Клоту, да. Гаш-хала. Вот. Вообще-то, вообще-то на иврите, скорее, это будет на современном иврите. Ред ми-мени. То есть, как бы, слезь с меня. Отстань от меня. От отклейся. Скажем так. Хорошо. Цедр-песах. Я думаю, нет смысла вам объяснить, что это такое, когда не едят лехем. Ла ухлим лехем. Ма ухлим. Ухлим маца. Асур, асур, лехол лехем, бепесах. Бепесах должно быть и, конечно, слезно, да. Асур запрещено. Алиф, самех, рейш. Ла асир, запрещать. Матир асурим. Это одно из благословений утренних. Освобождающий заключенных. Осирим, осирей цион, узники сиона. Осирим – это те, кто заключены в неволе, в тюрьме. Как называется тюрьма? Одно из названий. Бейт асурим. Бейкон им гвина. Роце, точнее. Бейкон им гвина. Ну, вот это такой стереотип, который, к сожалению, часто оказывается оправданным. Вот, единственный, имеющий отрицательную коннотацию, по крайней мере, в моих глазах. Ла ма рагла им шелха яхефот. Яхеф – это басой, басой, без обуви. Аня, ло тапочки. Аня, ло хвейт. Ло – тапочки. Первое ло – это отрицание ламет алиф. Второе ло – это ему ламет и вав. Мы разобрали местоименные суффиксы в применении к служебному слову –эт. Точно так же, может быть, как-нибудь я вам найду упражнение, и мы поработаем. Те же самые местоименные суффиксы пришпандориваются ко всем служебным словам. Например, ле – это к кому, к чему. Это слово, означающее направление действия. Ли – мне. Ле – ха – тебе. Лах – тебе в женском роде. Ло – ему. Лах – ей. И так далее. Ло – хвейт. Ле – хви. Принеси. Ло – тапочки. Тапочки, Сергей, как перевести? Так, сейчас посмотрю. Ло – тап – су – ки. Тапочки. А, тапочки. Что такое тапочки? Тапочки. Ну, это… Правильно. А как на иврите тапочки? На иврите нет слова «тапочки». Используется выражение нааль – это обувь, башмак. Дом – это баит. Наалей – баит. Домашняя обувь. Наалей – баит. Да, но тапочки, конечно, это красивее. Азма. 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 Домашняя обувь – это вы, местоимение, по множественному числе. Мит-хат-ним. Мит-хат-ним. Корень – хатан. Или наидишь – хосн. Веке знаком, наверное, этот корень, да? А хосн – унакалы – жених с невестой. Да? Слова, на самом деле, это ивритские хосн-хатан. Кала – невеста. Калы, да? Мит-хат-эн. Что означает «мит» в начале глагола? Это то же самое, что в русском языке «ся» или «ся» в конце глагола. Поженитеся, да? То есть действие направлено на того, кто его делает. Например, мыть лир-хоц, мыть себя. Легит-рахец. Мит-рахец. Моет-ся. Так. Возвратный глагол, да? Мат-а-ятам-мит-хат-ним. Мит-има, дай. 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 Достаточно, хватит. Лоло. А эмет – шезе бесседер. А эмет – истина, правда. Шезе – что это? Бесседер. В порядке вещей. А эмет – что это? Ба-кайц. Ба-кайц. Кайц? Кайц – что это? Кайц. Лето. Лето. Ба-кайц – лето. Йофи. Йофи. Красиво, прекрасно. Эйфо-зэ-кайц. Эйфо-зэ-кайц. Где это? Кайц. Что это за местечко такое? Кайц. Стоп. Конец. Но это еще не конец. Еще чуть-чуть осталось. 20 секунд. Посмотрим. Эм-шех. Эм-шех. Яво. Яво. Будущее время. Следует, последует. Да. Яво придет буквально. Ставьте лайки и подписывайтесь. Но это не мои слова. Вы сами выберите, что делать. Так. Ой-ой-ой. Что-то не то. Минуточку. Прав же так. Нет. Пардон. А где же еще кусочек? Маленький кусочек на несколько секунд. Там есть замечательная шутка, которую я как раз хотел вам сегодня озвучить. Ну, у нас время еще есть, поэтому тогда я стоп-шер и придется вам все это получить в моем исполнении. Я не помню конкретно текста. Я не знаю, почему он у меня вдруг обрезался. Я его смотрел, и вы, мне кажется, тоже его видели. Там есть бдиха, бекеше ла брит мила. Царих хаяв ла асот брит мила. Брит мила. Обрезание, да? Дама это говорит ему. Та асе левад. Ата гевер бабаит. Та асе левад. Эта фраза у нас была уже в начале ролика, да? Та асе левад. Сделай. Сам. Да? Ата гевер бабаит. Ты мужчина в доме. Ты мужчина. А что брит мила? А кто должен сделать брит милу на восьмой день? Кто должен сделать брит милу? На восьмой день это должен был муж ее авнер сделать. Вот она с и шеребем, а что она ему это говорит, да? А что она ему говорит? У них же еще нет ребенка. Зачем она ему говорит? И просто последние секунды ролика почему-то я сейчас не могу вытащить. Вот. Но они есть. Там действительно что-то говорится про рождение первенца, именно сына, да? И то, что говорила барышня в отношении холодильника, да? Та гевер бабаит. Ты почини холодильник, да? А с альвад то же самое она говорит в отношении брит мила. И на самом деле она совершенно права, потому что, согласно Торе, обязанность совершить обрезание новорожденному сыну лежит на отце. Другое дело, если он не умеет или слишком волнуется, он поручает это специалисту, который называется Могель. Тот, кто обрезает. Та с альвад. Ну вот. Замечательно. Так. Что я хотел еще такого интересного... О! Есть замечательное времяпровождение, которое я вам сегодня подготовил. Так. И заодно это даст нам возможность, мне возможность, немножко отдохнуть, а вам немножко поработать. Я ставлю вам на доску. Сейчас я попробую это сделать. Так. Я поставлю вам на... Так. Как бы это сделать? Participant, stop video, chat, record. Так. Invite, нет. Натан, ты с нами? Да, конечно. Как мне текст поставить на доску? Я не вижу доски. Blackboard. Доски нету. Ты можешь либо открыть вордовский документ и впечатать его туда, либо в чате. А, вот оно как. Ага, понятно. Хорошо. Я поставлю вам в чат, чтобы у вас сохранилось. Так. Everyone. Держите. Так. И я попробую вам сделать шар-доски. Сейчас, минуточку. Дело в том, что я кое-что хотел вам показать, а кое-что хотел вам не показать. Доску видно, да? Так точно. Не, не доску видно, а твой вордовский документ. Видно мой вордовский документ. Ага, понятно. Докуда его видно? То есть, видно только еврейский текст, да? Да. Так. Читаем. Читаем, товарищи. Пробуем читать без огласовок. Стараемся. Читать и понимать. Задание на дом. Задание к следующему занятию. Если кто-то сообразит, что это такое и где это найти и откуда это взялось, пожалуйста, в начале следующего занятия, да, обнародуйте это открытие. Итак, давайте начнем с Ивана. Иван, попробуйте прочитать. Вот первые два слова. Я, конечно, помогу. А, ВУ, ГУДОЛЬ. Бульдог, бульдог. Да, правильно, спасибо. А, бульдог. Да, точно. Переводить надо? Нет. Да, дальше. О, и тут, очевидно, тоже ошибка. ВХ КЛАВЛАВ, щенок, да? Маленький бульдог и щенок. Да, 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 да. Здесь одна буква у меня, я вроде бы ее впечатывал, а она что-то у меня исчезла. КЛАВЛАВ, что такое? КЭЛЕВ? Собака. КЭЛЕВ, собака. А, как, значит, аналогом уменьшительно-ласкательного окончания является повторение последнего слога. КЭЛЕВ, собака. КЛАВЛАВ, маленькая собачка, щенок. ХАБУЛЬДОК ВЕХА КЛАВЛАВ. Так, спасибо, нормально. Давайте, Сергей. Так, КЛАВЛАВ, КАТАН, КЛАВЛАВ, ХАМУД. Да, хватит, переводите. Ага. Да, переводите. КЛАВЛАВ, КАТАН, щенок, маленький КЛАВЛАВ, ХАМУД, щенок. Ну, как бы... Ну, любое слово объясни. ХАМУД, прелестный, прелестный. А, прелестный. НЕХМАД, прекрасный, да. МАХМУД, арабское имя от того же корня, да. А десятое из десяти заповедей, да, ЛОТАХМОД. Не делай для себя слишком привлекательным. Да. Не домогайся, не добивайся, да. КЛАВЛАВ, ХАМУД. Ещё одну строчку читайте и переводите. По две строчки мы разберём. РОЭ, РОЭ, БАРХОВ, МАМТАК. МАМТАК, да. МАМТАК, МАМТАК. Ну, не РОЭ, а посмотрите внимательно. РАА. РАА, точно. Мы не видим здесь О, мы не видим ВАВА. Значит, это РАА. РАА – это прошедшее время. СМОТРЕЛ. ВИДЕЛ, УВИДЕЛ. А УВИДЕЛ. БАРХОВ, или БЕРХОВ, точнее, БЕРХОВ. БЕРХОВ. УЛИЦА. А УВИДЕЛ на УЛИЦЕ. Что-то сладкое, да. МАМТАК, извините. Что-то сладкое, моток. Точно, МАМТАК, от слова моток, моток сладкий, да. МАМТАК – это какая-то сладость. Ну, давайте перейдем к конфетке. Конфетку увидел ВАЛИЦЕ, ну, вы на улице. Да, маленький прелестный щеночек увидел на улице конфетку. Прелестно. Ребекка, давайте вы. Имеете в виду, здесь немножко сложновато. Так, а вы знаете, я, пожалуй, вот так вот увеличу. Так лучше? Так, Ребекка, получается у вас? Ребекка, у вас микрофон выключен. Ребекка, микрофон выключите. Ребекка, а, точно, точно, Ребекка, вы можете включить микрофон? О, да, так. Так, Ребекка, мы не слышим вас или вам подсказать? Нет, она говорит. Точно, Ребекка, вы говорите, но мы вас не слышим. Натан, что-то можно сделать? Смотри, непонятно. Вообще, как бы у Ребекки включить микрофон показывается? Да, мы видим, что она говорит, но мы не слышим слов. Ребекка, у вас, наверное, выбила микрофон. Да, есть. О, вот, 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 так, 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 так. Мне кажется, я слышу, но очень тихо. Алло, алло. Еще раз, пожалуйста. Постучите пальцы по микрофону, Ребекка. Нет, нет, все равно мы не слышим вас. Нет, я не слышно. Ребекка, мы вас не слышим. Мы вас не слышим. Ребекка, мы не слышим вас, увы. Так, наверное, мне надо было позаботиться об этом заранее и в начале урока проверить. Нет, Ребекка, мы вас не слышим. Нет, Ребекка, у вас выбила микрофон, наверное, в программе просто. Ну, поняли, да? То есть, вы так говорите, но мы как бы это, мы не слышим вас. Сейчас, одну секунду. Натан, если ты попробуешь выключить и включить, это ничего не даст? Включить и выключить. Это у Ребекки. Это у Ребекки. Это тоже самое, да. Если вы нас слышите, я вам советую вытащить разъем микрофона на компьютере и включить его снова. Наушники, наушники ваши. Ребекка, где наушники присягнуты, я нас слышу. Да, в комбинку. Так, ну давайте вот это, вот две последние строчки. Ах, леядо, эльга, амуд, кашур, бульдог, анак. Анак. Анак, бульдог, анак. Чуть поправлю вас. Ах, леядо, эльга, амуд, кашур, бульдог, анак. Ах, слово ах, вот такое через алиф, хав, означает, означает, но только. Примерно то же самое, что рак. Но, леядо, леядо. Что такое леяд? Леяд это около. Около рядом. Около него. Около него. Около кого? Около мамтака, около конфетки. Эльга, амуд. Амуд это столб. Эльга, амуд, столбу буквально. Кашур. Кашур, что это значит? Юрий, вы с нами? А я забыл, забыл. Хорошо. Кашур, привязан. Кешер, связь. Привязан бульдог, анак, сладкий бульдог. А маленький, маленький бульдог. Нет, анак, это наоборот огромный. Огромный, а, привязан огромный бульдог. Так, мы поняли ситуацию, да? Прелестный щенок. На улице кафетку, но рядом с ней привязан к столбу огромный бульдог. Так, Ревека, я не вижу, Ревека, наверное, не появилась. Натан, если ты сможешь потом передать Ревеке наше... Э, Ревека, сейчас, не, Ревека, вы нас слышите? Да, да, я слышу. Ого, сейчас нормально, сейчас нормально. Ага, слава богу. Так, я слышу с самого начала, вы меня не слышите. Да, да, да. Нет, мы часто слышим, часто слышим, Ревека, говорите. Я не знаю, в чем здесь. Ого, спасибо. Так, Ревека, мы рады вас слышать. И давайте мы предоставим микрофон. Так, Ревека, извините, что мы вам уже другую фразу даем. Хорошо. Так, слушаем вас. Ну, давайте переведем. Так же, так сказал ему, ну, маленькая собачка. Да. Да, щенок. А щенок. Такшив. Такшив, помните? Кто-то помнит? Такшив. Ле-акшив. Ле-акшив. Кешев. Кув-шин-бет. Послушай. Послушай, послушай, бульдог-анак. Большой, громадный, да? Да, совершенно верно. Хотите продолжить? Да, אני חושב שיש מצב לתואם מחמטק. Мехמטק. Да. Хמטק. А, אני חושב שיש מצב לתואם מחמטק. А, אני חושב. А, חושב. 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 Например, компьютер называется מחשב. Мехשב. А, אני חושב. Я думаю, да? Я думаю, שיש מצב. Что? Это... מצב. מצב. Мацав. Это ситуация. Ситуация. Да. Что находится или как? Что имеется ситуация. Что имеется ситуация. Вообще-то, יש מצב, это некое выражение, которое мы переведем как возможно, имеет смысл. Ну-ка, вот примерно так. שיש מצב. Есть. Да. Есть шанс. Есть шанс. Есть шанс. Литком. Литком. Махамамамтак. Ми хамамтак. Ми хамамтак. Не знаю. Литком. 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 Айн мем. Означает вкус. Па-ам. Это вкус. А, е, е. Попробовать. Ми хамамтак. Махамтак. Конфетка. А что, что, Лев? Еще раз приведите. Я думаю, что есть шанс. Шанс. Литком. Попробуем. Литком. Махамамтак. То есть, ну, вот такими словами маленькая собачка щенок просит у бульдога. Дай мне, пожалуйста, попробовать конфетку. Литком. Махамамтак. От конфетки. Спасибо, Ревека. Так, спасибо. Так, ну, давайте, Сергей, да? Да, давайте. Вахабуридог. Вахабуридог. Что эггут эйлу. Эйлав. Эйлав. Ага. Элав. Но бах. Но вэах. А, но вэах. Это рабское слово, такое не то чтобы нецензурное, но грубое. А, ну, то есть, бульдог, ему говори, ну, как бы. Шо эгг. Ага, шо эгг – это буквально рычит. А, и бульдог зарычал. Да, армия, рычание льва, да? На него зарычал, да? На льва, да, буквально к нему. Но вэах, лает. Запомните этот забыл, хотя он редкий, но вэах. Короче, зарычал на него и залайал, да? Да, и сказал некое некультурное, некое грубое слово. Я даже не знаю точного перехода, да, иди отсюда. Так, читайте дальше, давайте так делить. Да, шэ-ло. 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 Шэ-ло, шэ-ло, те-из, ата клавлах лингоа бэммонток. Так, шэ-ло. Шэ-ло. Не то шэ-ло, которое означает его, принадлежащее ему, а льва, это отрицание, а шэ-ло, что не, что бы не. Шэ-ло та-из. О, очень хорошее выражение. Та-из – это иметь наглость. А-зут по ним и азэй по ним. Наглые люди и наглость как качество характера. Шэ-ло та-из. Чтобы не даже не осмеливался, да? Не думал, да, ты. Да. Не обнаглел, да? Не смел, во, русское слово. Не смел. Да, чтобы даже ты не смел. Лав-лав. Щенок линго. Лингоа, да? Корень? Думать о сладости. Нет. Лингоа, корень нега, ногеа. Касаться. А, да, прикоснуться. Ну, гимел айн. Лингоа, бэмамтак. Лингоа, бэмамтак. Прикоснуться к этой сладости. Не смей даже касаться. Вот так, хорошо. Спасибо. Иван? Я подвину. У вас тоже, наверное, не видно весь. У вас тоже, наверное, не видно весь. Вы у родев у эт Ахмуд. Ахамуд. Ахамуд. Реа. Реу. Реу. Мируц. Клавима. Да. Вэ арцуа. Вэ арцуа или Ахмуд. Соферет. 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 Савивум. Савивум. Не, савив. Савивум. Савивум. Так, тут вам досталась довольно сложная часть. Тем не менее. Вэ гу родев эт Гахамуд. И он. Родев преследует. Дин родев закон о преследующем. Если... Одну секунду. Да, мы на месте. Так, сейчас одну секунду. Нет, нет, не туда, не туда. Если ты подождешь минут пять, я сейчас закончу урок и тебя встречу. Я перезвоню. Ага. Так. Ага. Вэ гу родев эт Гахамуд. И он преследует Хамуд, как мы перевели вначале, прелестного. Да? То есть бульдог, да, бежит за маленьким щенком. Рэу мэруц клавим. Увидел. Попробуйте узнать. Все слова должны быть знакомыми, но они немножко вот... Да? Попробуйте. Рэу. Увидел. Смотрите. Рэу. Это императив. Это обращение к нам, к читателям. Да? Рэу. Смотрите, наблюдайте. Да? Корень роэ. Рэйш, алиф, гэй. Гэйв попадает. Мэруц клавим. Мэруц – это существительное. От глагола ла-руц. Рац. Бега. Собачья бега. Мэруц. Это бега, клавим собак. Смотрите собачья бега. Так. Вэ га-рцуа. Аль га-амуд соферет си увим. Вот эти слова, наверное, будут непонятны. Ра-цуа. Никто не знает? Ремешок. Слово ра-цуа называется, например, ремешок тфелин. Ра-рцуа. А-р-цуа. Ремешок. Аль га-амуд, амуд – столб. На столб, на столбе. Соферет си увим. Что такое софер? Писать не дать. Софер – это и писатель, да. Но есть два значения у этого корня. Ли сапер – это рассказывать и повествовать. А лиспор – это… Объяснять. Защитывать. Считать. Считать. А, сапер. Считать количество. Один, два, три. Как, например, считать ворон. Соферет. Ру-цуа в женском роде, поэтому соферет. Си-ву-вим. Кто-то знает слово си-ву? Вращение, наверное. Обороты. Обороты. Да, совершенно верно. Лет-совев – вертеть. Леги-сто-вев – вертеться. Сев-вион – это волчок. Дрейдл. Вот так. Итак, сюжет вам понятен? С бульдогом и маленькой собачкой и столбом. Текст я вам послал. Я был бы очень рад, если бы вы сами прочитали и разобрались, поняли, откуда. А может быть, вы найдете и источник чат. Вижу чат. Ага. Да, на здоровье. Рад. Рад, если что-то получается. Вот маленькое, значит, маленькое одно замечание. Это вот одно слово, которое я счел нужным перевести. Вот оно. Ме-ю-халь. Ме-ю-халь. Просто отметьте это для себя. Желанный, долгожданный. Немножко дальше в тексте это слово есть. Я вам послал только еврейский текст, правильно? Откуда он взялся? Пока для вас этот секрет. Это секрет. Кто обнаружит, тот молодец. Вот и сказочке конец. Мы заканчиваем сегодняшнее занятие. С Божьей помощью я очень надеюсь, что на следующей неделе в понедельник вовремя буду с вами снова заниматься. Просто дело в том, что я сейчас не на месте, где я работаю, а в отъезде. И не исключено, что я просто не знаю, на какую дату у меня будет обратный билет. Так, пожалуй, все на сегодня. Вопросы? А изложение парус надо присылать еще? Если вы сделаете перевод и пришлете, это будет не лишнее. Но задание я вам не даю. Задание такое – прочитать, разобраться, понять и догадаться, что это такое. Что-то у меня в чате ничего нету, а? Потому что вы почти вошли. А, у меня на столе, когда я вас присылал, да. Сейчас я вам еще раз пришлю. Влей сейчас, влей еще раз. А? Это вот этот тверинский текст? Да, у меня в чате пусто, только большое спасибо и все. Ага, понятно. Ну что же, это тоже важно. Сейчас пришлю еще раз. Ctrl-C. Я вклеил. Так. А, есть, да? Тут не весь текст. То, что я вижу. Не весь. Как же так? Сейчас, минутку. Так, не вижу чата. Чат, вот, чат. Сейчас вставляю. Так, я снова вставлю. Нету. Не весь текст. Так, кому я это... О, почему-то это я послал. Только Сергею. Давайте это я сделаю. Может быть не так. Сделай вордовский документ. Пришли мне, я положу в папке документа. А, все, я помню. Сейчас я... Ага, есть? Прекрасно, прекрасно. Начинайте работать. Всего наилучшего. Счастлива. Кольду. Лейтраот. Ляцлаха. Халом. Мирушалаим. Иракодеш. Всем пока.